Молочное животноводство – одна из ведущих отраслей аграрного сектора Воронежской области, переживает бурный подъем. Только с начала этого года хозяйство региона приобрели уже более 4000 коров галштинской породы. А накануне в Бобровском районе на пастбище выпустили еще более 200 голов молодняка. Эти молодые телочки приехали в Воронежскую область из Германии. Скоро у всех у них появятся телята. Закупать за границей коров у нас сейчас выгоднее. Купить животное за бугром дешевле, чем вырастить его на нашей земле. Эти буренки ехали из Германии четыре дня. В дороге несколько раз делали перерывы для отдыха. Скот загружается на специализированный транспорт. Двухэтажные скотовозы оборудованы кормушками, оборудованы поилками. В зимнее время поилки с подогревом. В течение семи дней двигаются они в сторону компании-получателя. Два дня из-за времени, что они едут, они останавливаются на площадке отдыха. В приоритете у фермеров всего мира галштинская порода коров, отличающаяся высокими удоями, отсутствием особых требований к условиям содержания, средней мясной продуктивностью. Для создания галштина вскрещивались разные породы крупного рогатого скота из Бельгии, Дании и Голландии. Основная селекционная работа проводилась в XIX веке в Америке. Еще одно отличие этих коров – добрый нрав. Животных закупают обычно в Дании, Голландии, Венгрии, Нидерландах и Германии. Теперь привезенные телки будут на карантине 30 дней. Сотрудники управления Россельхознадзора проверяют документы на животных и проводят клинический осмотр коров, чтобы выявить наличие болезней. Также будут проведены все противобезотеологические мероприятия. По истечению 30-дневного срока, если все хорошо с животными, тогда их приведут или в общее стадо. Проходят животные карантинные мероприятия и перед тем, как покидают родину. Там карантинные мероприятия короче на два дня – 28 дней. Проводится исследование крови животных, проводятся вакцинации. Исследуется кровь на болезнь Шмаленберга два раза – с 1 по 7 день и с 15 по 21 день. Также проводятся исследования на болезнь блютанных. Выход животных из карантина в основном по причине травм происходит. Бывают хромые, бывают исхудавшие животные. После окончания карантина, когда все результаты исследований отрицательные, все хорошо, скот допускается к экспорту в Российскую Федерацию. Молочный кластер Воронежской области развивается семимильными шагами. Галштинская порода в среднем за день может давать до 38 литров молока. Доят их три раза в день. Воронежская область является одним из лидеров по производству молока и молочной продукции странно-черноземного региона. Динамика роста очень большая, и поэтому ежегодно увеличивается количество ввоза импортного племенного крупного рогатого скота. В 2018 году было завезено более 17 тысяч голов. За истекший период 2019 года завезено уже более 4 тысяч голов. Коров иностранок в нашем регионе, уверены инспекторы Россельхознадзора, с каждым годом будет только больше. Разведение племенных коров сейчас считается прибыльным делом при грамотном и умелом подходе. Объемы все равно будут больше, чем в прошлом году, потому что и новые фирмы открываются. В прошлом году в Воронежской области был установлен рекорд по производству молока. Только в день у нас производят 2000 тонн молока. В последний раз такие объемы производства были в 1994 году. Наша область занимает четвертое место среди всех российских регионов по производству молока. За 10 месяцев в регионе произвели почти 550 тысяч тонн молока. Воронежский климат и ландшафт идеально подходят для образа жизни галштинских пород. Так что стакан от галштинских коров из Воронежской области стоит на столах многих жителей нашей страны. Елена Цветкова, Олеся Олесюк, Игорь Наумов, 41 канал.